Друзья, всем привет! Сегодня очень важная тема. Как не ошибиться с выбором тренажера? Прежде чем мы коснемся этой темы, я сделаю видео обзор на вот эту скамью. И чтобы понять, как же выбрать все-таки правильный тренажер, я полностью расскажу ему об этой скамье, и вы поймете. И вы поймете, для чего все это сейчас нужно. Эту скамью мы с мужем заказывали в интернет-магазине. Название скамьи у нас в описании видео, а также в названии ролика. Сразу вам скажу, потому что возможно будут вопросы, что скамья это изготавливается на Украине, нам ее прислали из Полтавской области, сами мы живем в Харькове. Скамью мы заказывали для того, чтобы у нас появилась наконец-то приставка для ног, для сгибания-разгибания, для тренировки ног. И как только нам ее привезли, эту скамью, мы распечатали ее, сложили, у меня сразу же появились сомнения по поводу того, правильно ли выполнен вот этот вот элемент для сгибания и разгибания ног. Итак, обращаю внимание, вот я села, вот валики у меня под ногами, вот я села. Смотрите, раньше вся вот эта конструкция была вот в этом месте, а мои коленки вот в естественном их положении находятся в этом месте. И когда я вращаю, сейчас, правильно села, вот, когда я разгибаю ноги, видите, ось вращения совпадает, ось вращения коленного сустава с осью вращения самой приставки. И я спокойненько сгибаю-разгибаю ноги и все в естественном положении, ничего здесь не выламывает. А когда это все было здесь, мы когда только раскрыли ее и собрали, я смотрю, что уже тогда поняла, что, скорее всего, прикрепление вот этой конструкции вот к этому месту будет выламывать суставы. Потому что я, даже еще не садясь на скамью, увидела, что колени, скорее всего, будут здесь, а не вот здесь, потому что здесь валики, и валики будут под бедром. И когда происходило вращение, вот здесь вот просто вот тут выламывало суставы, и сами вот эти валики, они просто вот так вот ерзались по ноге вверх-вниз из-за того, что смещена ось. И более того, когда я пыталась выполнить разгибание ног, я просто еле-еле доставала до этих валиков, потому что они были вот аж в этом месте. Вот здесь была труба, вот мы ее отрезали, и вот здесь вот были валики. У меня просто валики были не на голени, а вот на носочках, просто на носках стопы. То же самое касается и конструкции для сгибания ног. Точно так же я просто не доставала сюда. Я говорю, вы вообще, когда делали, вы смотрели, что люди не достают. Нет, у нас все достает, все нормально. Ну, молодцы, короче, ребята, отмазались. Я вам показываю конструкцию, которая у нас сейчас. Что мы переделали в этой скамье? Мой муж взял и вырезал вот такие два одинаковых элемента. Это пластина 3-3 миллиметра, она была у нас дома. Вот этот вырез сделан для того, чтобы при сгибании ног, ну, видите, чтобы согнуть нормально, вот она уперлась и нормально сгибается. Когда не было вырезано, вот только вот так вот нужно было согнуть ноги. Вот, поэтому вырезали для того, чтобы можно было сделать полную амплитуду. Вот здесь вот силиконом мы залили болты. Здесь вот болтами скрепили. Залили силиконом для того, чтобы не давило в ноги, потому что дуги все-таки сюда, как бы, прикасаются вот к этому месту. Ну, и в этом месте тоже болт. Есть вот просто куча гаечек с шайбочками. И вот здесь вот контургайка для того, чтобы не раскручивалась. Вот, и так как вот эта вся конструкция отодвинута, пришлось поставить вот такой упор. Просто вырезали из дерева, замотали скотчем. И, в общем-то, когда тренажер работает, вот он просто на своем нужном месте. Ну, в общем, теперь это выглядит все нормально. Как видите, валик у меня на месте, никуда он мне не двигается. Я выполняю сгибание-разгибание ног в абсолютно естественном положении. Я не буду сейчас поднимать спинку. Спинка регулируется, она поднимается. Я просто на нее облокачиваюсь и выполняю сгибание-разгибание ног. А чтобы скамья не опрокидывалась, мы просто ставим на ту сторону, противоположную, просто две гантели по 10 килограмм. Тогда она не опрокидывается. В общем, мы занимаемся вот таким вот образом. Ну и, что касается сгибания ног, здесь мы немного переделываем конструкцию, опускаем всю вот эту часть, опускаем само сиденье. Ну и работает конструкция для сгибания-разгибания ног. Вот, как видите, валики, где у меня сейчас находятся, да, прямо вот на ахиллесовом сухожилии. А когда они были на 10 сантиметров дальше, они просто, ну, были, вы сами понимаете, да, где-то там у меня, там, в районе подошвы. И я могу выполнять сгибание-разгибание ног вот таким вот способом и хорошо прорабатываю мышцы задней поверхности бедра. Так вот, после того, как мы обнаружили недостаток в валиках, недостаток в расположении самого вращающего элемента, я так взгрустнула и решила на нее присесть. И причем присесть я решила как раз именно на край. Ну, села такая я, значит. И вот, и чуть не упала. Я обалдела, честно говоря. Как раз скамья где-то примерно в этом месте стояла. Я просто задержалась за диван таким же способом, как я это сделала сейчас. Ну, думаю, ладно, что еще новенького будет в этой скамье? Затем я решила, ну, думаю, попробую хотя бы вообще, что оно такое, насколько оно работает. Начала навешивать диски на эту скамью. Вешаю, значит, я один диск. Ну, со спокойной душой вешаю второй диск. И вешаю третий диск, ну, чтобы потренироваться с весом 15 килограмм. Всего лишь навсего 15 килограмм. И тут твоя скамья провалилась в обратную сторону. Вы представляете? Я была вообще просто в таком шоке. Как такое вообще может быть? Вот что, как можно было сделать скамью, чтобы она просто опрокидывалась в разные стороны? Значит, затем я думаю, ну, покачаю я хотя бы пресс на этой скамье. Легла я, значит, на нее и обнаружила, что поролон здесь, ну, я не знаю, ну, миллиметра два здесь поролона. Вот я просто прикасаюсь и просто вот мне давит уже в пальце. Я даже не хочу ложиться, чтобы вам продемонстрировать. Ну, это бессмысленно просто, потому что это реально настолько давит в спину, даже лечь, пожать что-то на ней. Вообще страшно пожать, потому что она может опрокинуться, ведь и со штангой. Или даже просто покачать пресс. Потому что, если посмотреть на вот эту скамью Торнео, которая уже 5 лет, у нее ничего вообще не повредилось за все это время. Она просто идеально выглядит. У нее все мягко, толстенный просто поролон. Думаю, так, решила смотреть, думаю, а что же мне еще не так? И тут я обратила внимание на валики. Вот смотрите, валик со скамьи Торнео. Вот, кстати, один из валиков мы сюда прицепили, потому что вот эти валики, смотрите, в сравнении, толщина их, да, они просто, они давят вообще в ноги. Это... Разве это валик? Вот, вот это валик, ребята, производители, обратите внимание. Вот такая вот у нас скамейка. Сейчас. Что я сделала? После того, когда полностью ее испытала, я звоню производителю. Прежде чем мы ее купили, мы сначала созвонились, и я спрашивала по поводу, что там у вас регулируется, не регулируется. Говорит, да, все регулируется, все классно, там валики все регулируются, все, да. Но так как я уже сказала ранее вам о том, что валики были на 10 сантиметров дальше, чем нужно, просто они были у меня на пальцах, на пятках, на чем угодно, только они там, где нужно. Я говорю, а вы вообще, когда произвели свою скамью, вы сами на ней пробовали тренироваться? Он мне говорит, да. Я говорю, и как? Интересуюсь. На что получаю ответ, нормально. Думаю, хорошо, нормально. Я мне спрашиваю, а вы вообще знаете, что у вас скамья опрокидывается? Знаете, что он мне ответил? Я была в шоке. Он говорит, да, я знаю. То есть у меня такой ступор был несколько секунд, и я спрашиваю у этого, я даже не помню, как зовут его, Сергей, по-моему, ну, не важно. Я у него спрашиваю, а почему она опрокидывается? Если вы знаете, почему вы ничего не делаете для того, чтобы она не опрокидывалась? Может быть, нужно поработать с конструкцией или еще что-то? Он мне говорит, а зачем? Прошлые, ну, как бы бывшие покупатели, которые уже покупали, они просто ставят там гантельки или еще что-то, чтобы она не опрокидывалась. То есть вместо того, чтобы не ставить гантельки, я знаю, как ее усовершенствовать, я знаю, что нужно сделать с конструкцией, потому что здесь вот конструкция опорная в виде треугольника, а здесь вот она вроде пошел треугольник, а потом пад и ровно. Конечно, если вы хоть немножко понимаете, да, вот там в механике, в сопротивлении материала, да, чем больше плечо, чем дальше опорная конструкция, тем больше идет на опрокидывание конструкция, наверное, вот как в данных ситуациях. То есть вылет у меня скамьи идет далеко, а опорная конструкция, оно чуть ли не посредине, конечно же, она будет опрокидываться. Я же говорила, вы не пробовали удлинить там? То есть я уже начинаю советовать, говорить, что, значит, там можно удлинить, сделать треугольник, чтобы она не опрокидывалась, потому что треугольник – это система, которая, в общем, давно уже рассчитана, и все мы знаем, что все связи у нас треугольные и, в общем, тому подобное. Я говорю, почему у вас ось вращения, ну, та, которая вот здесь у них находится, не совпадает с осью вращения коленного сустава? Я говорю, вы знаете, что это вообще, ну, с точки зрения биомеханики, противоестественно. Они говорят, а что, никто не жаловался. То есть он не говорит, что там знаю, не знаю, то есть я уже поняла, асистент, что он не знает, просто начала задавать вопросы чисто для прикола. Он говорит, да, ну, кто покупал, никто не жаловался. Ну, я-то не знаю, кто покупал и жаловались ли, правильно, мне ведь никто об этом не расскажет. Так вот, почему она у нас до сих пор эта скамья, и почему мы решили ее доработать? Во-первых, самая главная причина была в том, что этот человек, производитель, говорит мне, ну, давайте делаем возврат, вы мне возвращаете скамью, я вам возвращаю деньги. На что я сказала, что, ну, подумаем, и мы с мужем посоветовались, и решили этого не делать, просто потому что из-за недоверия к человеку. Потому что была вероятность, что скамью мы вернем, а деньги мы назад не получим, потому что, ну что, какой-то там человек делает в гараже эти скамьи, то есть у него даже, скорее всего, нет никакой ни лицензии, ничего, то есть если пропадут деньги, просто не на кого будет, ну, в общем-то, некому будет предъявлять претензии. Вот, поэтому мы решили ее оставить, и вторая причина, мы потом, как бы так, улыбнулись, и решили, ну, так как у моего мужа руки золотые, он просто все доработал сам, я в этом не сомневалась, одна из причин, да, еще причина, как раз говорю мужу, как раз снимем видеоролик, отзыв, и как раз расскажем людям, что вот прежде чем, вот теперь самый главный вопрос, как не ошибиться с выбором тренажера, прежде чем выбирать тренажер, если вы будете покупать его для дома, для зала, не важно, проверьте его, потому что на фотографиях все было так красиво, мне так все красиво расписали, что там то регулируется, там это регулируется, что не будет никаких проблем, в итоге регулируется только вот эта вот высота, которую я вам показывала, и в общем-то, и регулируется спинка, неплохо, кстати, она регулируется, вот, все тренажеры, которые есть у нас дома, турники, скамьи, вот, все, что есть абсолютно, даже обруч, я все лично сама испытывала, на тот момент мы мужем и женой не были, я испытывала сама, вот, и все было испытано мной, орбитрек, о котором я вам рассказываю, о котором вы очень часто спрашиваете, а подойдет ли он мне, не подойдет, ребятки, ищите в магазине, приходите и испытывайте, потому что у меня был случай, что одна женщина была у нас здесь дома, в общем, такой случай, мы хотели его продать, потом передумали, значит, она пришла, она сама, ну, вот, у меня рост метр семьдесят, но она мне, не знаю, метр пятьдесят, может, у нее, мало того, что у нее метр пятьдесят, примерный рост, она еще не пропорциональна, у нее были очень короткие ноги, и когда она села на сидушку, максимально опущенную сидушку, в орбитреке, она просто еле-еле доставала до педалей, в то время, когда мне бы, еще бы поднять, ну, как бы, вот, моя длина ног не позволяет, стал ее муж, которого метра два рост, ну, ему, естественно, все в порядке, поэтому, прежде чем выбрать тренажер, обязательно его попробуйте, под себя, потому что вы берете не для кого-то, а для себя, поэтому, даже вот, такой специалист, как я, в этой области, вот, вот такая ситуация получилась, не проверила, просто по фотографиям, просто на доверии, на том, что сказали, там, там все хорошо, все регулируется, все проверено, просто купили, и ошиблись, вот, вот, главный вам совет, прежде чем покупать тренажер, вот такой вот сложный, скамья, будь то, или даже тот же турник, брухов там не подойдет, ширина там, брусьев или еще чего-то, все проверяйте сначала, а потом покупайте, вот такой вот вам совет, вот такой вот обзор скамьи, всем спасибо за просмотр, если у вас есть какие-то вопросы, задавайте их в комментариях, к этому видео, или к любому другому видео, на моем канале, всем спасибо за просмотр, до новых встреч, пока, подписывайтесь,